В мире аквариумистики в отношении рыбок Данио настоящая путаница. Это связано с тем, что ученые проводят различные анализы, после которых оказывается, что некоторые разборы совсем никакого отношения к разборам не имеют, потому что являются Данио. А теперь давайте посмотрим, какие же виды Данио содержат в аквариумах и на тех Данио, которые совсем недавно считались разборами. Самые популярные это Данио Рерио и Данио Рерио Альбинос. Пожалуй, это первый из видов Данио, который появился в аквариумах любителей. У этого вида есть и другие названия, например, дамский чулок, брахиданио Рерио, рыба-зебра и даже полосатый Данио. Жемчужный Данио. Хотя цветовых форм в живой природе много и зависят цвета от региона происхождения, в зоомагазинах и аквасалонах представлены гибридные формы, похожие друг на друга. Данио Галактика Данио Галактика имеет и другие названия. Данио Маргаритатус или микроразбора Галактика. На мой взгляд, это самый красивый из видов Данио. Интересна она не только цветом, но и тем, что было обнаружено совсем недавно, в 2006 году. Леопардовый Данио. Это разновидность Данио Рерио. Но в живой природе такая разновидность не встречается, так как это результат скрещивания двух родственных видов. Золотой Данио. Еще одна разновидность Рерио. Данный вид является искусственно выведенной формой. Бенгальский Данио. Рыба интересна своим оригинальным рисунком на теле. Гигантский Данио. Название говорит само за себя. Этот Данио самый крупный в своем виде и достигает размера до 10 сантиметров. Данио Керри. В отличии от гигантского Данио, достаточно мелкие взрослые особи достигают всего 4 сантиметра в длину. И то только самки. Самцы мельче. Данио Хопра. Иногда эту рыбку можно встретить под названием светящийся Данио. Конечно, он не светится в темноте, но в аквариуме выглядит очень яркой. Синий Данио. Имеет серебристо-голубой окрас. Не всегда выглядит таким ярким, как на этом фото. Это очередная разновидность Рерио. Данио Пятнистый. В отличии от своих собратьев, самец и самка образуют пару на несколько брачных сезонов, сохраняя при этом верность друг другу. Кстати говоря, такой крайне редко встречается среди карповых рыб. Данио Пантера. Еще один, достаточно крупный представитель Данио. Его размер около 8 сантиметров. В редких случаях достигает 10 сантиметров. Пикантность этой рыбки не только в размере, но и в необычном окрасе. Данио Дангела. Или, как его еще называют, усатый Данио. Имеет симпатичный окрас и длинные усы. В живой природе могут вырасти до 13 сантиметров. В аквариуме, конечно, меньше. Данио Фиградей или Дания Йома. Не часто встречается в аквариумах любителей, хотя так же неприхотливо, как и другие рыбки этого вида. На рынок попали совсем недавно, в 2005 году. Карликовый Данио. Размер взрослой рыбки полтора сантиметра. Раньше эта рыбка относилась к группе разбор и называлась зеленая карликовая разбора. Однако в 2009 году были проведены исследования, которые доказали, что данный вид относится к Данио. Изумрудные Данио также относились к разборам и назывались микроразбора изумрудная или микроразбора эритромикрон. С 2000 года после исследований были отнесены к Данио. Данио Хикари. Обрела популярность и стала аквариумной рыбкой только в 2002 году. Максимальный размер Хикари 6 сантиметров. Данио Тинвини. Часто ее можно встретить под другим названием, например, Данио Золотые Колечки или Пятнистые Бирманские Данио. В аквариумах появились в 2003 году. Микроразбора Рубисценз или Красная Карликовая Разбора. Не удивляйтесь, но это Данио, хоть и имеет название разбора. Изменение классификации произошло в 2009 году после ряда исследований, показавших близкое родство этого вида именно с Данио. Данио Скрытный. Название этого Данио не связано с его поведением в аквариуме, как многие считают. Просто ее долго не удавалось обнаружить при изучении региона обитания. Цейлонский Данио. Иногда можно встретить название Данио Патирана. В живой природе рыбки находятся под угрозой исчезновения, но это не из-за аквариумистов. Благодаря простоте разведения, все рыбы этого вида, которые находятся в продаже, выведены в аквариумах и фермах. Оранжевый Данио или Данио оранжево-плавничный. Имеет небольшой размер до 4 сантиметров. Малобарский Данио. Отличительной чертой от сородичей своего вида является округлое тельце, можно сказать, пузатое. Розовый Данио. Название говорит само за себя. Розовый цвет этих Данио достаточно тусклый, но это не мешает им увеличивать свою популярность и становиться любимцами в аквариумах. Данио Королевский. Назван в честь Ее Величества. Рамбани Барни. Королевы Сиама, которая правила с 1925 по 1935 год. Данио Ингле. Получила свое название от озера, где обитает. Ингле – это пресноводное озеро на юге штата Шан. Данио Дракула. Страшное название получила за челюсти у самцов. Верхняя и нижняя челюсть имеют отростки, похожие на зубы. На нижнем ряде располагается пара удлиненных лыков, но увидеть их невооруженным глазом невозможно. Данио Джайнтия. Не приходи в содержании, как и сородичи, но встречается в аквариумах крайне редко. Название получила в честь горы Джайнтия, где и была обнаружена впервые эта рыбка. Данио Диварио Сонхи. Окрас и рисунок на теле этой рыбки схож с микроразборой Рубисценсом. По этой причине в аквасалонах нередки случаи путаницы. Обе рыбки встречаются под одним названием. Данио Гейтса. До 2009 года относилась к группе Разбор и называлась Бирмская Золотая Разбора. Неверное название встречается и сегодня. Названо в честь Гордона Гейтса, благодаря которому и был открыт этот вид Данио. Микроразбора Куботай. Несмотря на название, рыбки относятся к группе Данио, что было доказано учеными также в 2009 году. Часто эту рыбку можно встретить под названием Зеленая Неоновая Разбора. Данио. Одни из популярнейших рыб не только в мире аквариумистики, но и в генетике. На этих рыбках испытывают новые препараты, которыми в дальнейшем пользуемся мы с вами. Как бы это удивительно не звучало, но над этими рыбами проводятся эксперименты. Более того, считается, что именно Данио были первыми рыбками, побывавшими в космосе. Многие знают о том, что на сегодняшний день запрещено вносить изменения в гены животных и людей. И допустимо это лишь в лабораториях и в качестве экспериментов. Но почему-то этот закон не писан для некоторых видов рыб. И, конечно же, Данио стали одними из первых генномодифицированных рыб, которые поступили в продажу. Хотя во многих странах продавать таких рыб запрещено, но в нашей стране таких рыб продают и на птичьих рынках, и в магазинах. В ДНК Данио встроены белки медузы и коралла, и именно поэтому Данио ГМО или Глофиш такие яркие и желанные для многих, в основном начинающих, аквариумистов. В целом же рыбки Данио очень выносливые и неприхотливые рыбки. А о том, как создать этим рыбкам достойные условия, мы сейчас и поговорим. Данио не содержат по одной. Всю свою красоту они раскрывают в стае. Поэтому ориентируйтесь на 6-10 особей минимум. Объем аквариума можно легко рассчитать, если ориентироваться на простое правило. На каждый сантиметр рыбы 1 литр воды. Например, одна рыбка имеет размер 3 сантиметра. Значит, на одну рыбку должно быть минимум 3 литра воды. Стайка из 10 таких рыб займет 30 литров воды. И так далее. Но когда объем аквариума от 100 литров, плотность посадки можно увеличить. Помните о том, что этим рыбкам не так важна глубина аквариума, как длина. Идеальная температура воды в аквариуме для многих представителей Данио от 20 до 27 градусов. Для того, чтобы эту температуру поддерживать постоянно, желательно в аквариуме установить обогреватель. Для успешного содержания Данио обязательно установите фильтр. Для маленького объема легко подойдет внутренний фильтр. Не забывайте и про аэрацию воды. В противном случае Данио просто не выживут и погибнут. Помимо этого, раз в неделю необходимо делать подмены воды на свежую и желательно отстоявшуюся. От 15% до 30% от общего объема аквариума. Лучше всего подменивать воду с помощью сифона. Благодаря такой подмене со дна убираются твердые отходы и осадок, которые пагубно влияют на показатели воды и, соответственно, на состояние здоровья этих маленьких рыб. Как будет оформлен аквариум для Данио особого значения не имеет. Тут уже играет роль ваши вкусовые предпочтения. Могу лишь добавить, что Данио смотрится особо красиво, когда на дне аквариума темный грунт или натуральный песок. И много живых растений. Не стоит в оформлении аквариума использовать яркие цвета. Например, разноцветные гроты или цветной грунт. В таком случае рыбки будут сливаться с оформлением и не будет притягивать взгляд наблюдателя. Стоит затронуть и показатели воды. Значение pH от 6 до 8, а жесткость воды должна быть от 5 до 19. Данные показатели измеряются с помощью тестов, которые легко можно найти в любом профильном магазине или даже в группе ВКонтакте пар аквариумистика. Большую часть времени Данио проводят в верхних и средних слоях воды. Если подбирать освещение для аквариума с этими рыбками, то лучшим вариантом будет слабое освещение до 25 люменов на литр. А если освещение уже есть и достаточно мощное, то можно использовать плавающие растения. Это и для аквариума полезно, и освещение будет приглушенным. В стайке Данио четко выражена иерархия. Для того, чтобы это увидеть, стоит просто немного понаблюдать за их жизнью. Вообще, эти рыбки очень активны, но при этом считается, что они миролюбивые и не задиристы. В какой-то степени это действительно так. Но обычно в стайке Данио есть одна-две особи, про которые так сказать нельзя. Всегда находится Данюшка, которая задирает своих собратьев и других жителей аквариума. Например, безобидных креветок. Возможно, таким способом в своей стае такая Данио демонстрирует свой авторитет. Но в целом, это действительно мирная и безобидная рыба. Ее легко можно содержать с другими видами Данио и любыми другими некрупными и неагрессивными видами рыб. Например, гуппи, разборы, тетры и прочие. Дно аквариума, в котором живут Данио, всегда свободно. Поэтому донные рыбки всегда приветствуются. Например, коридоросы. Они не просто впишутся в компанию, но и остатки пищи со дна будут убирать. Любые виды улиток также будут мирно сосуществовать. А вот с креветками вопрос спорный и неоднозначный. У одних уживаются хорошо, а у других вообще не уживаются. Основываясь на своем личном опыте, скажу так. Если содержать с мелкими креветками, например, черри, поначалу Данио пробует поймать креветку. Даже пробует на вкус. Но в дальнейшем их не трогают. Однако поднять молоть не дают даже при большом количестве растений и в частности мха. С хищной рыбой и с крупными, пусть даже мирными рыбками содержать Данио не стоит. Они могут стать легкой добычей и использоваться в качестве корма. Не стоит содержать этих рыб и с раками, невзирая на их активный характер. Данио не стоит. В питании Данио неприхотливы и непривередливы. Однако нужно учитывать, что размер корма должен быть достаточно мелким, примерно с глаз рыбки. Лучшим кормом для молодей является инфузория, циклоп и артемия. По мере роста можно давать дафнию и мотыль. Не брезгуйте и качественными, сухими кормами от известных производителей. Корма премиум класса уже полностью сбалансированы и содержат все необходимые для полноценной жизни и здоровья рыбки веществами. В первую очередь обратите внимание на корма, которые плавают на поверхности. Это могут быть как хлопья, так и чипсы. Если Данио останутся голодными, они способны отвоевать таблетку у Сомика и оставить его голодным. Если корм, который вы дали за 3-5 минут был не съеден, это значит, что даете корма очень много. Очень хорошо, если его подъедят другие аквариумные жители. Если этого не происходит, то оставшийся корм необходимо удалять вручную, дабы не испортилась вода в аквариуме. При достойном содержании и кормлении эти рыбки могут прожить 4, а иногда и 7 лет. Но не забывайте и про профилактику болезней. Никогда не позволяйте лезть в аквариум с немытыми руками. Все предметы, которые опускаете в аквариум, должны быть обработаны, а если это не пластик, а коряги или камни, то лучше вообще прокипятить. На самом деле есть тысячу причин, от чего рыбка может заболеть. А о том, как лечить рыб и какие лекарства бывают, смотрите в других видео на канале ПАР. Ссылку на видео про болезни рыб оставлю в описании под этим видео. Как правило, Данио не заводят по одной особи, а берут сразу стайку, и в стайке однозначно будут и самцы, и самки. Но бывает и иначе. Скажу сразу, что у совсем молоденьких Данио отличить самца от самки практически невозможно. Но пройдет время, и вы заметите, что у Данио округлился живот. Это и есть самка. В отличие от самки, самец угловатый симметрией тела и гораздо стройней. Помимо этого, в период нереста у самца Данио Реррио горизонтальные полоски, если они есть, намного ярче, чем у самки. Еще один способ – это присмотреться к анальным плавникам рыбок. У самца гоноподий заостренный, короткий, а у самки анальный плавник округлый и визуально крупней. Часто аквариумисты спешат попробовать получить потомство от этих рыб и совсем молоденьких пытаются отнерестить. Учтите, что рыбки готовы к размножению не сразу после рождения, а примерно через 80, а иногда и 100 дней жизни. Иногда, чтобы приблизительно определить возраст рыбки, аквариумисты прибегают к замеру длины тела. Метод, повторюсь, неточный, но многие им пользуются. Так, например, самки достигают полувозрелости при длине тела в 2,5 см, а самцы чуть меньше 2,3 см. Как вы можете наблюдать на своих экранах, на данный момент у меня две самки – оранжевая и зеленая с белым. Зеленая чуть меньше самцов, но это потому, что она совсем молоденькая, а самцам уже почти год. У них явно выделенные полосы на теле синим отливом. Каких расцветок будет потомство? Предсказать невозможно, но мы с вами это увидим в других видео. Конечно, к нересту любой рыбки нужно подготовиться, но обычно трудностей с размножением у этих рыб не возникает. Способов получить малька очень много. Более того, они могут отнереститься даже в общем аквариуме. Но наша основная задача – сохранить малька. Дело в том, что родители из Данио никакие, и они с удовольствием поедят свое потомство. Соответственно, в общем аквариуме мальков сохранить практически невозможно. Единственное, что может помочь – это если всех рыб пересадить из общего аквариума. Но далеко не у всех есть такая возможность. Поэтому готовим нерестовик. Замечу, что многие аквариумисты заранее готовят самцов и самок. Рассаживают их по разным аквариумам и обильно кормят живыми и замороженными кормами. Но зачастую делать это не обязательно. В моем случае самки набрали икру в общем аквариуме. Объем нерестилища может быть разный. В первую очередь, все зависит от количества будущих родителей. Если это стайка из 15-20 особей, то лучшим вариантом будет аквариум от 20 литров. Если это несколько рыбок, то можно использовать объемы поменьше. Некоторые нерестят донюшек вообще в 3-х литровых банках и достаточно успешно. У меня сейчас 2 самца и 2 самки. И для них я подготовил маленький аквариум в 5 литров. Следующим этапом необходимо подготовить дно нерестилища. Есть 2 основные варианты. Это сетка или камни. В этом видео я буду использовать сетку. В следующем видео будем нерестить на камнях. Но заранее скажу, что нерестить сеткой, на мой взгляд, намного удобнее. Обычно я делаю каркас для сетки, а не просто устанавливаю сетку на дно. Каркас можно сделать из всего, что есть под рукой. Пластиковые рамки, дерево или вообще из проволоки. Это особо важной роли не играет. Соответственно, каркас делаем по размеру аквариума так, чтобы между стеклом и каркасом не оставалось пространства. В противном случае рыбки проникнут под каркас и съедят всю икру. На крайний случай, если щели остались, даже совсем маленькие, разместите в них камни или неприхотливые растения, например, оголисник. Между сеткой и дном аквариума должно оставаться пространство хотя бы 2-3 см. В некоторых случаях устанавливают обогреватель для поддержания оптимальной температуры. Я его устанавливать не буду. Фильтр я тоже устанавливать не буду. Но многие пытаются его туда влепить. На ваше усмотрение. Но учитывайте, что уровень воды в нерестовике должен быть не более 15 см, лучше меньше. Я обычно заполняю нерестовик до 10 см. Единственное, что действительно необходимо, это компрессор. Стоит сказать и о воде. Обычно делаю подмену воды в основном аквариуме, после чего беру для нерестовика воду из основного аквариума. Некоторые отдельно отстаивают воду для нерестовика. Опять же, каждый сам вправе решать, как ему лучше сделать. После этого можно сказать, что нерестовик готов. Теперь еще один важный момент. В нерестовик до нюшек пересаживают вечером. Сам нерест начинается с первыми лучами солнца. Лучше всего, в тот день, когда вы решите пересадить производителей, в нерестовый аквариум не кормить рыб. Волноваться, что они умрут с голода, не стоит. Один день потерпят, не умрут. Это делается для того, чтобы как можно меньше было твердых отходов, которые в итоге будут лежать рядом с икрой, портить воду и провоцировать грибок, который может загубить всю икру. Желательно, дня за три, до того, как вы начнете пытаться разводить даню, завести инфузорию туфельку. Неоднократно говорил о том, как это сделать с помощью банановой кожуры и воды из аквариума. Если вы что-то пропустили, обязательно посмотрите об этом видео на канале Пар. Теперь пересаживаем готовых размножению самок и самцов в нерестилище. Температуру воды в аквариуме в этот момент лучше всего поддерживать, чтобы она не была меньше 26 градусов. Обязательно понаблюдайте, чтобы рыбки не проникли под сетку. После этого выключаем свет. Уточню, что в комнате, где находится нерестовик, должно быть окно. При этом его не нужно прятать за шторку, рыбки должны видеть рассвет. Именно это в первую очередь их подталкивает к нересту. Если все хорошо, то уже удом вы обнаружите в нерестовике под сеткой икру, а может быть и сможете понаблюдать за процессом. Увидеть, как самцы гоняют самок, а те метают икру. Процесс икрометания длится обычно около часа. За это время самка успевает отложить примерно 200 икринок. Они медленно опускаются на дно и проваливаются под сетку. Сразу после этого производителей удаляют. После нереста округлость в животе самок заметно спадает, но более подробно об этом мы поговорим чуть позже. Если вы икру под сеткой не обнаружили, не расстраивайтесь, дайте им посидеть в нерестовике еще пару дней. Если по прошествии двух дней нерест так и не состоялся, рыб пересаживают в общий аквариум. Конечно, через недельку-другую нужно пробовать еще раз отневестить. Если очередной раз ничего не получится, возможно, рыбки еще не готовы, слишком молоды. Но есть еще один вариант, и не самый хороший. Так называемая киста. Если вы всегда следите за выпусками на канале Пар, то наверняка помните, как и где я купил именно этих Данио. Самки изначально были с брюшком, но отнерестить их времени совсем не было. Однажды они отнерестились прямо в общем аквариуме. Но я веду к тому, что если самку с брюшком не нерестить, она может закистоваться. Самка с полным брюшком, но не может отметать икру. Это на самом деле проблема, которой многие аквариумисты заниматься не хотят. Есть целый ряд причин, которые могут к этому привести. Например, вялые самцы или плохие условия содержания. В общем, наверное, волей судьбы одна из самок отнерестилась, а вторая с кистой. Если самки закистовались, икру необходимо аккуратно выдавливать до тех пор, пока получается. Но велик риск погубить рыбку. Некоторые сажают на голодовку примерно на 10 дней. Надеюсь, что икра рассосется. После удачного выдавливания, самки вновь могут нереститься. Важно не перепутать самку, которая закистовалась, с болезнью рыб, например, с водянкой. Немаловажен и уход за икрой. После нереста, это, пожалуй, самый важный этап. Мы специально не кормили рыб, чтобы как можно меньше было твердых отходов. То есть, по сути, этап ухода за икрой у нас начался еще до ее появления. Зачем вообще за ней ухаживать? Дело в том, что на икре почти всегда появляется грибок. Он выглядит как белый пушистый налет и называется бисус. На появление грибка, конечно, влияет не только твердые отходы родителей, но и множество других факторов. Например, плохое качество воды или неплодотворенная икра. Как вы можете видеть, грибок, естественно, появился и на нашей икре. Бояться этого не стоит. Важно избежать дальнейшего распространения грибка, иначе он может погубить вообще всю икру. В качестве помощников я закинул в нерестовик креветок в черри. Они и грибок подъедят, и частично пойдет погибшую икру, оставляя хорошие икринки. Но полагаться только на помощь креветок нельзя. Необходимо и нам поработать руками. Погибшую икру необходимо осторожно удалить из аквариума. Для этого можно использовать кисточку, как я, или пинцет. Учитывайте, что к погибшей икре могут приклеиваться и здоровые икринки. Поэтому действуйте аккуратно и будьте внимательны. КОНЕЦ Аэрация воды должна быть постоянно. Не забывайте о том, что со дна нерестовика необходимо убирать отходы жизнедеятельности креветок, если вы их, конечно, используете. Как правило, уход за икрой недолг. Многое зависит от температуры воды. В нашем случае на третий день некоторые личинки проклюнулись, а на четвертой икры не осталось, и аквариум кишил личинками. Личинки еще очень слабые и почти все время лежат. В это время не нужно пытаться их кормить. Они питаются за счет желточного мешка. На пятый день некоторые из них поплыли. Наверняка это те самые, которые первыми появились. Но даже сейчас я решил их не подкармливать. Единственное, что я сделал, это убрал креветок. Они тут больше не нужны. Убрал мусор со дна и сделал подмену воды. При подменах очень важно, чтобы температура воды была одинаковой. На шестой день все метались по аквариуму. Можно попробовать дать им немного корма. В качестве первого корма я дал самый обычный вареный желток. Как правило, используют куриный или перепелиный. Отломал небольшой кусочек, размял его в воде и набрал через шприц. Понемногу вливаем в нерестовик. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Теперь это уже не личинки, а самые настоящие мальки. У них больше нет желточного мешка и они ищут пищу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Не обязательно давать только желток. Можно давать инфузорию. Сейчас, когда мы их стали кормить, важно следить, чтобы вода не испортилась от осадков пищи. Желток сильно портит воду. В качестве помощника в уборке я использую улиток, в данном случае ампулярию. Также в нерестовике желательно разместить любые неприхотливые растения, которые помогут нам избавиться от вредных веществ. Однако нам все равно необходимо убираться в нерестовике и делать подмены воды. Кормить инфузорией и желтком я буду примерно 10 дней. Сейчас на ваших экранах мальки, которые еще 10 дней назад были икрой. 6 дней назад они поплыли. То есть еще 4 дня они будут есть все то же самое. После чего можно давать живую пыль еще примерно 10 дней. И только после этого в их рацион вводят артемию, циклопов и пробуют давать промышленные корма для мальков. Те, кто занимается разведением данью постоянно, рассаживают мальков по разным аквариумам, так как они растут неравномерно. Но я этого делать не буду. Последний важный момент. После нереста в большинстве своем через 7-10 дней необходимо еще раз провести повторный нерест. Чем я и займусь. Если этого не сделать, то икра перезревает и мальки с нее уже не выведутся. Могут начаться проблемы, как с одной из моих самочек. Впереди нас ждет второй вариант разведения, то есть без сетки. А также мы проведем профилактическую подготовку воды. Сравним оба варианта разведения и сделаем выводы. В этот раз я подготовлю воду для нерестовика. А сам нерестовик будет без сетки, что конечно повлияет на количество мальков. Проще говоря, их будет меньше, чем в прошлый раз, так как часть икры однозначно будет съедена родителями. Давайте подготовим дно нерестовика. Не рекомендую использовать сыпучие наполнители, типа песок. А вот камни разных размеров нам понадобятся. Для еще большей безопасности по сохранению икры я использую роголисник. Именно его в первую очередь я укладываю на дно аквариума, а уже на него выкладываю камни. При выкладке камней учитывайте, что икра сохранится только та, которую рыбки не увидят, или та, которую они не смогут достать. После того, как мы оформили дно, можно заливать воду. В этот раз мы сделаем иначе. Половину нерестовика я заполню водой из аквариума, а вторую половину заполню свежей отстоявшейся водой. Помимо этого проведу профилактические мероприятия, направленные на обеззараживание воды в нерестилище. Опущу серебряный предмет и дам постоять пару дней. Кстати, не забывайте, что растения, камни, серебряные предметы и все-все-все, что вы будете опускать в аквариум, должно быть чистым. Лучше всего камни и прочее, даже если они чистые, обдать кипятком. Это позволит в дальнейшем снизить заражение икры грибком. В это же время необходимо подготовить воду для подмены после нереста. Соответственно, рыб перед нерестом я кормить не буду. Однако, что бы мы ни делали, рыбки все равно будут ходить в туалет, если можно так выразиться, как по большому, так и по маленькому. Соответственно, подмена воды сразу после нереста поможет нам снизить риск заражения икры. Воду, которую мы заблаговременно подготовим, также можно ионизировать с помощью серебряного предмета. Это первое. И второе, использование 2% раствора йода из расчета 1 капля на 3 литра воды, или 3 капли на каждые 10 литров. В это же время давайте подготовим 3-х литровую банку с банановой кожурой для получения инфузории туфельки. Отсифоним воду из аквариума в банку. И чем грязнее будет вода, тем лучше. И в нее на неделю закинем банановую кожуру. Примерно в это же время, то есть через неделю, у нас уже должен поплыть будущий малек. И инфузория будет прекрасным первым кормом. Но, конечно, многое будет зависеть от того, сидят икру Даню или нет. Ну что ж, как видите, сами Данюшки уже сидят в нерестилище. И нам остается только ждать. Наступило утро. Животы самок все еще полные. Оставляю их еще на сутки. На второй день видно, как самцы гоняют самок. Свет специально не включаю. Пусть занимаются своим делом. Еще через время выловил самку. Как видите сами, живот схуднул. А это значит только одно. Самка без икры. Сразу убираю производителей. Включаю свет. Естественно, на камнях и роголистнике икру совсем не видно. Сохранилась она или вся была съедена, пока неизвестно. Для того, чтобы все-таки убедиться, что она там есть, пришлось убирать часть растений. Немного икры есть. Уже сейчас визуально видно, что ее меньше, чем тогда, когда мы нерестили Даню сеткой. Теперь необходимо сделать подмену воды на ту, которую мы заранее подготовили. Грунт нерестилища, с одной стороны, хорош тем, что в нем живут полезные организмы, которые перерабатывают отходы жизнедеятельности, но с другой вызывают трудности с удалением отходов и наблюдением за икрой и личинками. На третий день проклюнулись личинки. Уже сейчас можно немножко подытожить. Когда мы нерестили сеткой, икры было гораздо больше. Понятное дело, что часть икры погибла. Погибли и личинки, и мальки по мере взросления, но в итоге подняли около 50 мальков. От одной самки. Сейчас только личинок около 20. По мере взросления, скорее всего, кто-то окажется очень слабым. Кто-то будет развиваться медленнее, плохо есть, и так или иначе, часть погибнет. И в итоге, может и десятка мальков не дорасти до взрослых рыб. Если, конечно, не отсаживать хилых и слабых в другие аквариумы. И не искать индивидуального подхода. Еще через три дня большая часть личинок стали мальками, то есть поплыли. Как говорят в поисках еды. Увы, к этому времени инфузория еще не появилась, и мне пришлось дать немножко желтка. Но в дальнейшем, конечно, буду подкармливать инфузорией туфелькой. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я хочу вам показать, какими стали мальки, которых мы с вами получили в первый раз. Сейчас им уже два месяца. Обратите внимание на размеры. Одни из них уже достаточно крупные, а других до сих пор можно назвать пузатой мелочью. На данный момент они хорошо кушают. Измельченные хлопья от немецкого производителя. Помимо этого, я иногда для разнообразия даю дафнию. Все рыбки чувствуют себя прекрасно. Больных нет. Хочу обратить ваше внимание на то, что у одного из самцов был дефектный хвост, немного изогнут. Но малькам этот дефект не передался. Еще один из самых интереснейших моментов, на мой взгляд, было то, что первая самка, которая принесла потомство, была генномодифицированной. Ярко-оранжевой. Камера, увы, этот яркий цвет передать не смогла. Самцы были самые обычные полосатики. Таких часто называют чулками. Полоски темно-синего цвета. Мне было очень любопытно, появится ли от таких разных родителей потомство. И если да, то какое. Сейчас мы с вами наблюдаем, что из этого получилось. Конечно, есть рыбки полностью оранжевые, как их мама. Но большинство из них смешаны. Синие полоски на ярко-оранжевом фоне. Вживую смотрится очень круто и необычно. Я лично таких еще никогда не видел. Вообще генная инженерия над рыбками среди продвинутых аквариумистов не приветствуется. Пусть инженеры кроме цвета искусственно ничего и не меняют, но все же. Сейчас генномодифицированных рыб на рынке становится все больше и больше. Это не только Данио, но и скалярии, барбусы и другие. По большому счету, это делают для людей, которые ищут себе ярких рыб. И не важно, что в природе таких не существует вовсе. В общем, для любителей, а не фанатов. Но мир меняется, что уж тут говорить. А мы стоим на пороге этих изменений. Спасибо вам за внимание и интерес к каналу ПАР. Спасибо за ваши теплые комментарии, лайки, за вашу финансовую поддержку на разводню. Надеюсь, однажды мы соберем нужную сумму на помещение. Пусть маленькое, но именно для того, чтобы можно было каждый день заниматься только аквариумными рыбками. Спасибо вам, друзья, и до новых встреч на канале ПАР. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!